Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня мы продолжим с вами смотреть мои покупки с барахолки. Сегодня сначала я покажу вам те несколько вещичек, которые не вошли в прошлый ролик. И это покупки из 80 евровой коробки. Как вы все помните, я купила коробку на барахолке и заплатила за все свои покупки 80 евро. Поэтому я не знаю, сколько стоит каждая отдельная вещь. Мне за все предъявили один счет 80 евро. Вот это еще оставшиеся покупки из этой коробки. Сейчас мы их посмотрим. Вот такая вот чудесная ваза. Я не знаю, это стекло или хрусталь. Скорее всего, это хрусталь. Но, не знаю, она очень тяжелая. Может быть и стекло. Она очень тяжелая. Она весит больше килограмма. Вот я сейчас только что ее взвесила. Где-то килограмм 67 грамм, что ли. В общем, короче, больше килограмма, несмотря на свой небольшой размер. У нее очень толстое дно. Толстые стенки. Но она великолепная. Здесь ручная гравировка на передней стенке. Шикарная роза с бутоном. И такая вот пузатенькая, хорошенькая вазочка. Тоже невозможно было ее оставить на барахолке. Если у вас есть небольшой букетик. Например, я вот для примера сейчас поставлю сюда вот одну розу. Представить можно будет себе. Если у вас небольшой букетик из таких вот коротеньких розочек. Или других цветов. Как прекрасно это будет смотреться. Вот. В этой вазочке. В прозрачной. Яркие цветы. Это будет просто чудо. И такие вещи, конечно, это большая удача найти. Потому что, вы сами знаете, так как эта вещь была найдена в коробках. Эти вещи перекладываются нещадно. Просто люди, которые туда приходят, они ищут какие-то определенные вещи. И очень часто, очень много мужчин туда приходит, которые ищут. Ну вот на последней барахолке у меня встретился такой мужчина, который искал латунь и бронзу. И он посуду и стекло просто кидал. Просто ему, знаете, ему было абсолютно все равно. Он копался в фарфоре и в стекле, как будто это отбросы какие. Понимаете? И, конечно же, у него билось просто все. Мне даже, знаете, хотелось сделать ему замечание. Но, как всегда, боишься, да, чтобы тебе не прилетело. Поэтому, ну я так, знаете, внимательно на него посмотрела. В какой-то момент он, по-моему, понял мой взгляд и как-то стал более цивилизованно искать в этих коробках. Потому что я шла после него. Я просто остановилась так. И он сначала не понял, почему я стою. И потом увидел, что я смотрю на него. В общем, короче, большая удача, если ты первый, как говорится, залез в коробку, в которой до тебя еще никого не было. И вещь осталась в первозданном виде. Ее никто не передвигал. Никто ее не корябал другими вещами. Не перекидывал в нее. Ничего не засовывал. Утюги и топоры на нее не складывал. Поэтому, ой, девчонки, мне даже устало. Девчонки и мальчишки, у меня даже устала рука держать эту вазу. Такая она тяжелая. Но это просто красота. Такая вот вазочка. Следующая покупка. Вот такая вот маленькая фарфоровая керосиновая лазочка. Лампа. Я раньше как-то мимо них проходила. Не скажу, чтобы они прямо часто попадались. Вот именно в комплекте с вот этой вот верхней колбой. Они попадались мне не так часто. Часто попадается нижняя часть. Вот такой вот керосиновая лампа. И раньше я не обращала на них внимания, пока мне, мои зрители, не стали писать. Оля, почему ты не берешь керосиновые лампочки? Их тоже коллекционируют. Людям нравятся такие вещи. Их покупают, например, для того, чтобы обустроить уголок для той же антикварной куклы. Многие создают у себя в витринах. Знаете, такие целые тематические уголки. Главным действующим лицом которого является антикварная кукла. Рядом с ней может стоять антикварный кукольный столик, стульчик. На столе сервиз, опять же, кукольный. Ну и в том числе и вот такие вот интерьерные вещички, как вот такая вот лампа. В винтажном стиле или она винтажная, я не знаю. Вот эта часть, она латунная, это фарфор. А вот этот верхний колпачок, это стекло. Вот так вот. Молочное стекло. Или оно покрашено белой краской, я не знаю. Ну вот так вот это выглядит. Такая вот симпатичная вещичка. Следующая. Уже по металлу мы с вами пойдем. Такая вот ваза. Латунная. Я всегда стараюсь покупать интересные латунные металлические вещички. Потому что, во-первых, они мне нравятся самой. А во-вторых, на них опять появился спрос. Как я заметила, по интернету, по аукционным площадкам, по торговым площадкам интернетским. К таким вещам опять. Они были популярны в 70-х годах. Где-то так. И сейчас опять новая волна идет. Вот таких вот интерьерных украшений из металла. Это латунь, бронза, олова. Вот такая вот вазочка интересным рисунком. Сначала думала, что это эмаль. Но мне кажется, это просто какая-то такая краска. Хотя, может быть, это и есть эмалевая краска. Которая окрашена отдельные элементы этой вазочки. Так выглядит ее донышко. Она из латуни. И я думаю, что она сделана в Индии. Но это мое предположение. Это только предположение. Потому что очень большое количество латунных изделий. Прошлых лет изготовлялись и в Германии. Здесь есть только след от этикетки. На которые было написано наверняка изготовитель. Поэтому нам остается только гадать. Но, может быть, у кого-то... Мне часто пишут мои зрители, что они покупали такую-то, такую-то вещь. В такие-таки-то годы. И точно знают производителя. Так что, может быть, у кого-то дома есть такая вазочка или подобная. И вы подтвердите или опровергните мои предположения. Такая вот симпатичная вазочка. И еще последняя вещь из этой коробки. Самая последняя. Это вот такой подсвечник. Может, вы заметили, с каким трудом я его сюда поставила. Потому что он просто очень тяжелый. Посмотрите, его размер небольшой. Но я с трудом. Это просто гантеля. И опять же его взвесила. Его вес больше килограмма. Килограмм сто с чем-то грамм. Где-то так, по-моему, или... Ну, в общем, что-то такое. И очень жаль, что он всего лишь один был там. Возможно, вторая часть, вернее, его пара была в какой-то другой коробке. Но все коробки пересмотреть было невозможно. И было очень много людей, которые были там. Также в поиске. Поэтому вполне возможно, что у кого-то и второй подсвечник оказался вперед меня. Ну, такая вот вещь. Опять же, я не знаю ни возраста, ни востребованности вот такой вот вещи. Поэтому ничего сказать не могу. Ни о происхождении, ни о востребованности. Но такие подсвечники сейчас опять входят в моду, как я уже сказала, металлические. Поэтому я его приобрела, знаете, еще как вложение. Такое небольшое. Потому что я уверена, что такие вещи будут только расти в цене. Потому что не так уж часто они встречаются. Ну вот, с коробкой мы с вами закончили. И теперь я вам покажу несколько вещей, найденных мною на блошином рынке. Блошинный рынок – это не то, что я называю барахолкой. Блошинный рынок – это обычно уличный рынок, где стоят очень много продавцов. Каждый со своим товаром. В основном на столах. Конечно же, есть продавцы тоже и с коробками. Но это уже совсем другая история. Это не секонд-хенд, который я называю барахолкой, где я снимаю свои ролики. Что я покажу вам первым – это вот это великолепное чайное трио. Тот, кто подписан на мой инстаграм, тот уже видел. Это трио и еще его братьев или сестер, я не знаю, чашки. Чашки – это женского рода, тарелки тоже, да? Трио – это какого рода? Напишите, короче, как говорить. Оно средний род, да? Оно трио. Но это, в общем-то, не так уж важно. Посмотрите, какая красота. Я купила четыре трио в тот день. И они просто стояли под ногами на асфальте. Даже не на столе, а рядом со столом продавца. Вот, и, если честно, хорошо, что я приехала рано. Мне кажется, иначе бы кто-то его точно, кто-то бы точно эти вещи сбил ногами. Потому что они стояли в таком месте, что ты видишь стол продавца, смотришь на него, идешь, еще эта маска на лице. И вполне можно было их не заметить и поразбивать. Но они попали ко мне, попали мне на глаза. И, конечно же, я их сразу приобрела. Посмотрите, какая это красота. Это полностью ручная работа. Весь декор полностью нанесен вручную. И это очень известная в Германии марка. Фирма Валендорф, которая была основана вот как раз в 1764 году. Здесь мы видим также золотую отметку декоратора. Такую же отметку мы видим с вами и на блюдце. Видите такую золотую галочку? И вот так вот выглядит десертная тарелка. Они, я вам скажу, даже прям, можно сказать, в идеальном состоянии для их возраста. Видите, здесь опять стоит такая же отметка. То есть это трио было декорировано одним человеком. Это тоже, знаете ли, важная вещь. Потому что, как я видела, старые видео, как изготавляют и декорируют фарфор. Особенно раньше, когда это было поставлено на такую широкую ногу. В Германии стоят длинные столы и куча посуды, которую декорируют художники. И вполне вероятно, что в одном трио могли оказаться работы, сделанные разными художниками. Но вот это трио, оно, как говорится, оригинальное. Смотрите, как это красиво. Вот эти трио, они особенно эффектно выглядят сверху. Сейчас я вам это покажу. Приподниму камеру. Вот, посмотрите. Жаль, что свет, мне кажется, недостаточно хорош. Но я думаю, что все равно видно, как это трио выглядит сверху. Какая-то красота. Камера, стоять. Ручка. Разве это не чудо? Такая вот плоская, красивая чашечка. Это одно трио. Сейчас я покажу вам следующее. Это следующее. Видите, они все сделаны в одном стиле. Но они все разные. Один стиль, одна фабрика. Но все разные. Вот это тоже просто чудесно. Они все, видите, немножко похожи. Ну, немножко, даже множко. Очень сильно похожи друг на друга эти трио. Но все они декорированы по-разному. Но все они в одной цветовой гамме. Это такой терракотовый цвет. Красно-кирпичный. И золото. Вот это трио. Оно декорировано еще, видите, цировкой. По золоту. И в середине. Просто такой золотой медальон. Кажется, что он просто такой прям толстый-толстый. Он очень такой рельефный. Рельеф прощупывается руками, пальцами. Такая вот чашечка-ножка. Так, тут что-то. По-моему, это просто немножко краски. Надо посмотреть. По сути, вся вымота, но... А здесь, смотрите, ручка декорирована только сверху. Золотой полосочкой. В отличие от предыдущей чашечки. Но я думаю, что декораторы подумали, что здесь и так достаточно золота. Уже внутри чашки. И что лишний... Лишний золотой декор на ручке будет уже помехой. Вот такая вот красота. Блюдце. Тоже великолепное. Здесь, ну, вот знаете, со временем. Прям вот мельчайшая такая вот. Царапинка. Ну, видно, что эти вещи просто хранились в буфете. Очень бережно. В витрине. И если использовались, то очень редко и очень бережно. Здесь вообще нет никаких следов. Например, на десертной тарелке. Ни от ножа, ни от вилки. И вот такой вот край. Очень толстый золотой рельеф. На свету, конечно, это золото просто горит. Сейчас посмотрим опять же на это трио сверху. Вот такая вот эта красота. Следующее трио. Вот это. Опять же такая же богатая декорация золотом. Рельеф. Золотой рельеф. Он выпуклый. Ручка оформлена тоже золотом с двух сторон. Видите, они все разные. Первая чашечка у нас была тоже оформленная золотом. Видите, точно такая же. Вторая нет. А это опять оформлено золотом. Блюдце. Здесь есть пара очень маленьких точечек от обжига. Это как бы запекшиеся в глазури мельчайшие угольки. Блюдце опять же без признаков использования. Здесь штамп фирмы. И написано, что золотой рельеф нанесен вручную. И десертная тарелка. Тоже такая же красавица. Здесь тоже есть такая прям совсем маленькая царапинка одна. И пузырек на глазури. Также такие вот точечки от обжига еле заметные. Но это не умаляет прекрасной работы. Чудесный фарфор. Так, поставим чашечку. Для контраста. И посмотрим вид сверху. Эти трио такие яркие, такие солнечные. Как раз для темного зимнего вечера или утра. Кстати, утром сейчас тоже очень темно и сумрачно. Такое трио поднимет настроение, мне кажется, любому человеку. И вот последнее трио. А здесь как бы языки пламени в чашке. Ну и на тарелочках тоже. Мне напоминают этот золотой рельеф, языки пламени. Кому-то, возможно, покажется этот рельеф похож на цветок, на василек. Да, внутри чашки белый василек. Это знаете, с какой есть перспективы вы смотрите. Но мне вот этот рельеф напоминает языки пламени. Знаете, такой круг, в который раньше в цирке прыгали львы и тигры. Такая чашка. Опять же, ручка оформлена золотом. Кстати, очень-очень легкая чашка это. Такое же блюдце. Пламенная и десертная тарелка. У меня есть такое же трио в зеленом цвете. Возможно, самые постоянные мои зрители помнят это. И также у меня есть подобные трио с жар-птицей, с розой. И эта же фирма. Вот такая вот красота. Тоже тарелочка десертная. Просто почти в первозданном виде. Не думаю, что ей пользовались. Но если и пользовались, то очень аккуратно. Такая вот красота. Пламенная. Вид сверху. И сейчас посмотрим все эти четыре трио вместе. Так, кстати. Сейчас кто-нибудь обязательно напишет, что у меня мятая салфетка. Салфетка не мятая, а салфетка выстиранная, выглаженная. И она просто лежала свернутая в шкафу. Поэтому здесь есть такие полосочки. Уже от всего стараешься себя уберечь. Предупреждаешь уже обо всем. Доходит до смешного. Так, вот так вот эти три, вернее четыре трио, выглядят вместе. Они вообще выглядят как такой единый сервиз. Такая вот красота. Ну, можно сказать, да, что этот небольшой чайный сервиз на четыре персоны. У каждого своя чашка для приятных, согревающих чайпитий. И моя последняя покупка, которую я покажу сегодня, это пять вот таких вот бокальчиков фарфоровых на ножке. Ну, их называют еще чашками для какао. Ну, чем они удобны, да, их можно вот так вот взять, обхватить руками, налить с горячим какао внутри, погреть свои руки. После зимние прогулки, ну, это, к примеру, конечно, не обязательно. Но у нас сейчас просто зима, поэтому я и говорю о том, что, что можно сделать зимой. Ну, конечно же, это замечательные бокальчики и для весны, и для лета, и для осени. Здесь стоит клеймо порцелан, малый рай, раймер, и здесь также есть этикетка, настоящее золото, ручная работа, раймер, ателье по росписи фарфора. Я пыталась найти информацию какую-либо по этой фирме, расписывающей фарфор, но смогла найти только несколько вещей, и все они продаются со вторых рук. Поэтому я сделала предположение, что это ателье по росписи фарфора уже не существует. И некоторые вещи, продаваемые этой фирмы, уже продавцы называют винтажными, так что я присоединюсь к их мнению и решу, что эти бокальчики винтаж. Вот такие вот бокальчики, их пять штук, как я уже сказала, у каждого бокала другой рисунок. Этот деколь, несмотря на то, что это мастерская по росписи фарфора, это и похоже очень на ручную роспись, но по моему мнению это деколь. Единственное, что здесь может быть немножечко ручной дорисовки. Ну и естественно золотой орнамент, золотые ободки, они тоже нанесены вручную. Ну, хочется сказать при этом, что же это за мастерская такая по росписи фарфора, да, которая только золотые полоски наносит на посуду. Ну, и да, видите, здесь тоже стоит такое клеймо со львом стоящим, похоже на берлинское клеймо, может быть, когда-то это ателье находилось в Берлине, но это опять же мои предположения. Вот еще один бокальчик, тоже роза, но уже другой тюльпан и немножечко другое расположение цветов. Наклейка. Главное не перебить ничего. И еще два бокальчика, один с таким рисунком, но посмотрите, что здесь у нас, опять же, это было мной не замечено. Такой вот небольшой поверхностный скол, который, конечно же, по желанию, при желании можно докрасить золотом, да, это будет совершенно незаметно. Ну, это опять же, конечно, не есть гуд, то есть не есть хорошо, но как есть, показываю. Рисунок очень красивый, тут и Астра, мне кажется, и Бьюнок. Так вот, красиво, они все в новом состоянии, видно, что их не использовали, и вот последний бокальчик. Но с этим бокальчиком, опять же, небольшая проблемка, видите, он как бы немножечко завалился. Даже не знаю, как это показать. Сейчас сниму камеру, покажу. Вот этот центральный бокальчик, видите, опять же, я этого тоже не заметила. При покупке, видите, он как бы немножечко пошатнулся в сторону ручки. Видите, его сосед стоит прямо, а этот как бы немножечко, немножечко пьяненький. Ну, вообще, конечно, это замечательные бокальчики. Ну, вот эти, наверное, один со сколом, завалившийся, я оставлю себе. Пусть будут, да, вот эти три. И если они кому-то понравились, можете написать мне в Инстаграм или на имейл, который я поставлю, оставлю внизу этого ролика в закрепленном сообщении. Вот такая вот красота. Три бокальчика для какао. Их содержимое, это примерно 150-160 мл жидкости. То есть, такие вот, они небольшие, они, это не костяной фарфор. Они такие, знаете, увесистые, толстостенные. Но я думаю, что сделала это специально для того, чтобы хорошо удерживать тепло. Напитка в стенах этого бокала. Так что, вот такие вот бокальчики. А я заканчиваю свое видео. Желаю всем хорошего настроения, счастья, а самое главное, конечно же, здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч в моих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok